Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Светлана! Андрей Алексеевич! Вот видите, неведомые силы нас снова свели. Хорошо здесь. Спокойно. Все мои страхи тут же куда-то улетучились. А вы кто? Вы замечательная, Светлана. Чистота помыслов, непосредственность чувств, смелость в принятии решений — это… все вместе очень красивое сочетание. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Только сегодня. Только здесь. Только сейчас. Чудесные слова в летнюю ночь. Никто не проходит мимо. Я сказал, никто не проходит мимо. Спать! 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 Нет, нет, нет! Что вы делаете? Нам мойはい both for you! Н associate. Хорошо. Я не могу выйти, да перешusihak später. Так же он меня! Запоминайся, вот вам… свидетель flash С studies اه? Спасибо. Чудесный вечер. Спасибо. Тебе спасибо, Вечер. Действительно замечательно. Спасибо. Спасибо. Чудесный вечер. Спасибо. Заходи. Да. Андрей, у Арсения приступ. Прости. 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 А ты хотел бы, чтобы у него действительно начался приступ? Ты в своем уме? А ты? Ну, наконец-то. Ну, здравствуй, любимая. Привет. Привет. Я звонил тебе вчера. Мне говорят, ты недостойна. Или время недоступно, я не знаю. Прости. Так получилось. Принимается. Что там у тебя? Алло. Алло. Как успехи, я спрашиваю? Нет никаких успехов. Надеюсь, ты шутишь. Боюсь, я не смогу выполнить твою просьбу. Ты же понимаешь, что это далеко не просьба? Ну, у меня не получится. Я и не смогу. Прекращай дурить. Ты же меня знаешь. Не надо так со мной разговаривать. До завтра, любимая. ЭКОРАТАНЬИ ЭКОРАТАНЬИ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебя не было на работе. Телефон твой отключён. Что-то случилось? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да и нет. Светлячок, ну что ты, Светлячок? Всё устроится. Я не знаю, что мне делать. Я совсем запуталась. Всё устроится. Мне страшно. Я очень боюсь. Ты не бойся. Я с тобой. Я с тобой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Андрей? Андрей, а ты где? Мам, привет! Папа еще не приходил. А мы тут с Галочкой играем. Я готов. Выходи. Все спрятал? Все. По карте? Да. Слушай, как у тебя получается такие интересные игры придумывать? Ты меня папа научил. Ты знаешь, какой он будет мужчина? Когда мы вместе, у нас праздник с утра до ночи. Он тебя, наверное, очень любит. А как же? И меня, и маму. Скорее бы он уже приехал. Я так соскучилась. Здрасьте, тетир. Мы сегодня такая красивая. Спасибо. Вы украли мои сокровища. Как вы могли подумать? Я же люблю вас. Вы обманываете меня. Вы постоянно врете мне. Нет, нет. Я сама невинность. Ну все, хватит. Закончили игры. Гаря, тебя давно уже ждет мама? Мам, ну почему? Еще ж не поздно. Потому что я так сказала. Мам, ну дай нам, пожалуйста, доиграть. Почему я должна повторять это и то же сто раз? Объясни мне. Почему? Объясни мне. Арсюша? 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 Малочка, что случилось? Осенью плохо. Вера. А? На последнем дыхание начинается. В главной роли. Бор, пир, бар. Ну твой любимый француз. С перебитым носом. Бельмондо. Вместе, спокойнее, спокойнее. Раз. Не спеши. Я так был, я тут с ума схожу. Все хорошо, все хорошо. Я едю в больницу. Мое мнение, вы знаете, Арсению лучше остаться в клинике. К сожалению, вам не удастся предусмотреть всего того, что может спровоцировать приступ. Вот сегодня с чего все началось? Понимаете, он недавно познакомился с девочкой его возраста. И они приехали из Парижа с мамой. И вот она постоянно провоцирует его на какие-то шумные, даже дикие игры. А вот. А я же вам рекомендовал избегать всего этого. И что? Скажите, Илья Алексеевич, а может, такой приступ спровоцировать, скажем, излишняя нервозность родителей? Ты скажи конкретно, моя нервозность? Потому что ты всегда у нас спокойный и благоразумный. Ира. Я прошу прощения. Ладно, я должен идти. До завтра. Ну, до свидания. Прошу прощения, Лена Алексеевич. Я жду тебя в машине. Привет. Извини, не мог говорить. Занят был. Как Арсений? Что доктор говорит? Арсению лучше. Я бы не хотел сейчас об этом говорить. Извини. Алло. Да, да. Я понимаю. Хорошо. До встречи. Привет. Привет. Почему ты мне не звонишь? Я уже говорила, возникли проблемы. Да плевать мне на твои проблемы. Девочка моя. Девочка моя, соберись на кону пять лямов евро. Ох, иначе твои сказки станут былью. Серж, ты что имеешь в виду? А то... А то, моя хорошая, что папа французик заберет у своей бестолковой русской мамочки их общую дочку. И суд, французский суд, как ты понимаешь, будет все целом на стороне своего гражданина. Ты так шутишь? Я так шучу. Конечно, любовь моя. Пока-пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты жалеешь о том, что между нами было? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Совсем не жалею. А помнишь, ты мне говорил? Не бойся. Все будет хорошо. Мы ведь вместе. Знаешь, я сейчас хочу повторить тебе твои же слова. Все обязательно будет хорошо. И я рядом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Даже если мы никогда не сможем быть вместе. Здесь очень скучно. И чего? Ты скоро поправишься и вернешься домой. И мы доиграем в пиратов. Хорошо? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Знаешь, Арсен, я боюсь, нам не разрешат больше играть. Что за ерунда? Тетя Ира сказала, что тебе стало плохо из-за наших игр. Ну, ты же знаешь, что это не так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А я знаю, где ты сейчас находишься. У меня точка на планшетике горит. Все, пока. Привет, Арсюша. Привет, пап. Спасибо за планшет. Папа, вы теперь с мамой будете ко мне по одному ходить? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Арсюша, у меня просто появилась свободная минутка. Я решил к тебе приехать. Понятно? Пап, я же не психопат. Ну, нет, конечно. С чего ты взял? Ну, знаете, прочитала о симптомах. Я изучила теологию и патагонаст своей болезни. Так, Арсюша, вот уж говори от ума. Во-первых, ты не болен. Во-вторых, планшет я тебе привез. Не для того, чтобы ты с обзора вечера пропадал в медицинских сайтах. Понятно? В-третьих, любительский подход в медицине чрезвычайно опасен. Та-та-та-та-та-та-та. Знаю, знаю, знаю. Но не думай, пожалуйста, что я использую свои приступы, чтобы удержать тебя. Я тебя никогда не брошу. Никогда. Привет. Привет. Ну, как там, Арсюша? Ну, домой его надо забирать. Илья Моисеевич не советует. Ир? Да. Ты почему Арсению запретила общаться с Галей? Потому что она плохо на него влияет. Ну, это глупо. Наоборот, ему будет только хуже. Это не глупо. И вообще, нужно держаться подальше от этого живого семейства. Это ты о чем? О чем? Это Галя рассказала Арсению о своем замечательном папе, который ее очень любит, который любит ее маму и который скоро приедет. Мне бы очень хотелось понять, что означает эта история о муже деспоте. Да, Дмитрий Дмитриевич. Хорошо. Я сейчас буду. Очень недурственный кофе. Не правда ли, Андрей Алексеевич? Дмитрий Дмитриевич, правда, очень мало времени. Если можно, по делу вы ведь меня не для того пригласили сюда, чтоб кофе наслаждаться, правда? Ну да. Вы правы. Не для того. Понимаете, мы хотим взять крупного черного дилера, ну, занимающегося контрабандой исторических и художественных ценностей. Ну, что ж, при чем тут я? По нашим сведениям, этот аферист положил глаз на Малевича. Угу. На вашего Малевича. Так, ну а что он мешает его арестовать? Ну, не все так просто. Мы ж ты его должны взять-то с Малевичным, с Малевичем в руках. Интересно, а каким образом мой Малевич может оказаться в его руках? Легко. У вас работает его подельник. Это не так. Я вам объясню, почему. Все мои сотрудники – люди проверенные. и они работают со мной много лет, я их знаю каждого. Все? Да не все. За исключением одного. Ну, что вы имеете в виду, кого? Светлана. Она у вас работает недавно. Светлана? Ну да. Светлана. Не, ну да, я… Да, я понимаю, что тяжело разочаровываться в людях. Ну, вы знаете, о Дмитрии Дмитриевич я, к сожалению, боюсь, ничем не смогу быть вам. В данном случае полезным. Извините, не мне. Почему, Андрей Алексеевич? Ну, помогите нам. Ну, своим отказом вы не только себя в тюрьму упрячете, о чем мы с вами уже говорили, но и упомянутую выше барышню. А вот в случае сотрудничества, то я думаю, что мы сможем закрыть глаза на участие ее в афере. Ну, предположим, что я должен делать? Ну, прежде всего, не волноваться. Всему свое время. А мы там с вами свяжемся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сильно скучно. Звони придумаем чё-нибудь. А я хотел к вам на кофеёк напроситься, но, да, видимо, увы. Извини, Миша. Очень спешу. Ну, я понял. Может, тебя подбросить куда-нибудь? Спасибо. Люблю. Всё. Закрывайся, никого не пускай. Аккуратненько. Спасибо, Миша. Аля, ты не помнишь, кто раньше вселился? Миша или Света? А они разве не вместе заселялись? А, ты ничего не помнишь. Так-так-так-так. Верочка, ты будешь смотреть земляничную поляну? Бергман. Ага. Вселился 14-го. Густав Фридрихович, доброе утро. Доброе утро, Светлана. А Андрей Алексеевич, уже пришёл? Нет, его вообще не будет в пару дней. Как в пару дней? Он уехал рыбачить. К себе в Рождествен-но. В Рождествен-но. Алло, Мишенька. Привет ещё раз. Мне очень нужна твоя помощь. Мне за город нужно съездить. Срочно. Да, спасибо. Я выхожу. Да, спасибо. Я выхожу. Спасибо, Миша, огромное. Слушай, может тебя подождать. Луня, спасибо. Да, чего ты тут не знаешь? Что? Я говорю. Мишенька. Ай. Да. Папа, пара. Да. Черт, мам, рада. Папа. Хоть твой телефон исключён, я волновалась. Ты прости за вторжение, но я должна сказать тебе, какую-то очень важную вещь. То, что между нами произошло, это для меня не просто приключение. За совсем короткое время ты стал мне очень родным человеком. Я должна была тебе это сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. Плавайся. Я выросла у реки, в деревне. Родителей своих не помню. Меня воспитывала бабушка. Очень меня любила. Шила мне сказочные наряды из старых лоскутов. Учила читать и читать по отрывным календарям. Книжек у нас не было. Потом люди из службы опеки забрали меня в интернет. У нас были такие большие решетки на окнах и высокий забор. Бабушка заболела. О том, что она умерла, я узнала только через месяц. Потом детский дом. Самодеятельность. Я занималась танцами. Спонсор — поездка с ним в Париж. Танцевала в маленьком Баргитте. Сбежала нелегальная эмигрантка. Встретила бывшего мужа. Он приютил. Помог с документами. Родилась Галочка. Как бы я хотела, чтобы у нее все было по-другому. Мы оба немного сошли с ума. Но ведь этого недостаточно для любви. А где то дерево, которое исполняет желание? Помнишь, ты меня о нем говорил, когда привез он сюда с Галочкой? Нет, Баргитте, ты меня извини, но мне не до театра. У меня Арсюша в клинике. Я к нему два раза в день езжу. Дома. Пустота. В общем, тоска. А… Береста, я же тебя знаю. Ты не такая. Ты совсем другая. Пока ты молодой и глупый, тебе кажется, что все у тебя будет не так, как у других. Все будет веселее, интереснее, счастливее. Потом ты понимаешь, что с тобой ничего особенного не произошло. Ешь давай. Да. Хорошо. Извини. Не-не, вкусно-вкусно. А скажи мне, Арсений, в клинике надолго? Надолго. Доктор говорит, что так будет лучше. Угу. А у меня по этому поводу есть одна идея. То есть? Ты… Слышала что-нибудь про ипотерапию? Третья. 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 Вот она. Третья. А как ты загадывал желание? Писал на бумаге. Кидал туда. Сбывалось? Иногда. А сейчас у тебя есть желание? Желание есть. Писать не хочу. Загадывай. И что? И завяжем висок. А теперь нужно подуть. Можно теперь я загадаю? А теперь бросай в дупло. А что ты загадал, если не секрет? Чтобы меня не предавали близкие люди. Никогда. А я, чтобы верили. Холодно. Пойдем, отвезу тебя. Спасибо тебе большое. Ты тысячу лет не была в театре. Правда. И спектакль вообще просто замечательный. Видишь, а ты сопротивлялась. Ир. Да. Может, поедем ко мне? А к тебе это куда? Ко мне это в тридевятые государства, в тридесятые государства. Все-то у тебя тайны какие-то. А-а-а! Бега-бега-бега-бега! Вась! Фу ты! Ну так как? Нет, поздно уже. Меня завтра к Арсюше. Вези мне домой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Галчонок? Галь, ты спишь уже? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Галь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Миша. Вон самый. Извини, ради бога, а Галя не у тебя? Нет, а что? И вечером ты её не видел. Не видел? А что такое? Что? Я поняла, извини. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, алло. Алло, не слышно? Алло. Ну, здравствуй, дорогая. Ну, как ты? С тобой всё хорошо. Где Галя? Мумница. Ты всё правильно поняла. Как видишь, я могу действовать довольно жёстко. Где Галя? Надеюсь, мне не придётся больше слышать всякую чепуху о непредвиденной сложностях. Галя, любовь моя. Где Галя? Надеюсь, ты меня услышала и поняла. Тогда до связи. Целую, люблю. Пока-пока. Мама! Ты что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Андрей… Как ты себя чувствуешь? Нам лучше держаться друг от друга подальше. Хорошо. Да, Галь, ты мне, конечно, извини, но натворила ты делов. Ну, при чём здесь я? Это… О, Андрей Алексеевич, всё готово. Спасибо. А, секундочку. Галь, слушай, может я чего-то в этой жизни не понимаю, но ты мне объясни, вот как можно, увидев собственную дочь, упасть в обморок? Миш, это называется неблагоприятное истечение стоятий-то. Понимаешь, приехал дядя Пьер… Какой? Дядя Пьер, у вас же нет никого. Нет. Он приехал из Парижа. С подарками для меня от папы. Ну, мы зашли в сладкоежку. Начался дождь. Дождь? Галь! Ну, а маме перезвоните. Так я ж телефон дома забыла. Ты не ушёл. Тебе станет легче, и я уйду. Тут надо выпить. Ложись. Ложись. Переворачивайся, нашёл. Давай-давай. Ложись. Ложись. Тихо, тихо, тихо… Мне бабушка так ставила горчичники… Они тогда не пекут! Тихо, 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 тихо… Просто лежи. Ни о чём не думай. Не важно, что было. И не важно, что будет. А вот, направиться — это важно. Правильно? Ты что-нибудь знаешь об эпотерапии? Это, кажется, лечение с помощью лошади, да? Да, ты мой знайка. Так вот, я подумала, может быть, нам попробовать такой способ лечения? Это дядя Буря посоветовал. Как же Илья Моисеевич? Он же против не традиционной медицины. Ну, с Львой Моисеевичем я обязательно посоветуюсь. Мам, ну я бы очень хотела попробовать. Ездить на лошадях — это круто. А что папа думает по этому поводу? Ну, с папой я ещё пока не успела это обсудить. Мам, ну не переживай. Я же с тобой… Мой самый надёжный тыл. Слушаю. Да нет, это я тебя слушаю. Скажи, что думаешь обо мне? Что скучаешь? Думаю. Скучаю. А что ты такая грустная? Ты же знаешь, я этого не люблю. Я люблю, когда ты весёлая, когда ты жизнерадостная и… Знаю. Знаешь? Ты помнишь, что у нас мало времени? Помню. Помню. Вот и умница. Целую. Люблю. Родная. Любимая. Пока. Галчонок. Галчонок? Мать, а ты куда? Малышка, душно просто. Хотела прогуляться, пока ты спишь. А я уже и не сплю. Можно с тобой? Я быстрая. Давай. Здесь всегда так и не весело. В парке? Нет. В России. Не знаю, Галчонок. Я успела забыть эту страну. Я тебя понимаю. С нашим папой всё-всё можно забыть. Я по нему так скучаю. Мне кажется, что я без него жить не смогу. Эй, а без меня? Без тебя? Без тебя? Ну, без тебя… Ах ты, иди сюда! Ну-ка! А! Ах ты, иди сюда! Ах ты, иди сюда! Ах ты, иди сюда! Все, пивунья моя, давай. Иди умывайся, а я буду готовить завтрак. Субтитры создавал DimaTorzok